Что такое разрешение изображения и на что оно влияет? Растровые изображения, которые мы используем в Photoshop, состоят из точек. Разрешение определяется, сколько точек у нас умещается в одном дюйме, то есть dots per inch, количество точек на дюйм. Соответственно, чем больше плотность точек, тем лучше мы с вами качественнее видим изображение. Визуально картинки похожи, но вот здесь уже видна небольшая размытость. Здесь у нас 300 точек на дюйм, здесь у нас 150 точек на дюйм, а здесь 72. Давайте мы с вами приблизим определенный элемент изображения и посмотрим, насколько у нас меняется качество этого изображения в зависимости от того, какого разрешения у нас данная картинка. Они одинакового размера физического, но при этом разного разрешения. И вот смотрите, один и тот же цветочек при разном DPI, при разном разрешении смотрится по-разному. Здесь у нас 300 точек на дюйм, и мы видим достаточно четкое изображение. Здесь уже начинается пикселение, а здесь мы видим уже четкие точки, из которых состоит наше изображение. Так вот, если вам нужно хорошее качественное изображение, вам нужно использовать 300 точек на дюйм. Для того, чтобы изображение было полегче, и если вам нужна маленькая иконка, которая будет смотреться издалека, лучше уменьшить количество точек, тогда изображение будет более легким и с ним будет проще работать. Очень часто в документах используются 150 точек на дюйм. Это помогает сделать изображение достаточно качественным, но при этом не потеряв его размер, не переутяжелив его. Так что визуально они похожи, а когда мы начинаем смотреть в детали, мы понимаем, где это будет проявляться. В зависимости от того, что вам нужно, выбирайте количество точек на дюйм. Лучше начинать с большого в меньшее, потому что если вы теряете точки, то вернуть обратно их уже невозможно. А если у вас их много, то всегда лишнее выкинуть оттуда вы сможете и уменьшить это разрешение. Разрешение можно уменьшить. Вот смотрите, изображение, размер изображения. И вот здесь у нас показывается, какой физический размер изображения в сантиметрах и какое разрешение. Здесь у нас разрешение 300 точек. А вот, например, в этом изображении у нас с вами 72 точки при абсолютно тех же параметрах в сантиметрах. Поэтому они смотрятся по-разному. При таком размере, да, а когда мы начинаем увеличивать элементы, мы понимаем, что качество изображения у нас совершенно разное и смотрится оно по-другому. Вот что такое точки на дюйм и почему они так важны. Продолжение следует...